Каждый человек, проходящий профилактический осмотр, может попасть в группу риска, в том случае, если у него выявят заболевание определенной степени тяжести. Ведь из всех прошедших осмотр лишь 37% практически здоровые люди. У остальной части настеления проблемы со здоровьем. В городском центре медицинской профилактики напоминают, что на подобные мероприятия прежде всего должен отправлять своих сотрудников работодатель. В скором времени такая практика может стать обязательной. Работодатель должен быть заинтересован, заниматься здоровьем своих сотрудников. Или это в виде, допустим, повышения заработной платы, или поощрения по отказу от, допустим, от курения, от злоупотребления алкоголя. Или это оплата каких-то там, я не знаю, занятий физкультурой, ну вот фитнес-клубов. Вот таким образом. Кстати, основная часть выявленных заболеваний – сердечно-сосудистые. Это отметили сегодня на практическом семинаре медицинских работников профилактического консультирования. Сейчас появляются и совершенно новые методики выявления недугов сердца, доступные жителям республики. Мы приобрели новый аппарат под названием «Ангелскан-01». Эта скрининговая аппаратура, которая разработана самая замечательная разработка российских ученых, посвящена ранним выявлению субклинических стадий атеросклероза сосудов. Также сегодня в конференции принял участие известный профессор Олег Шевченко. Именно он представил новейшие разработки выявлений заболеваний сердца. Ольга Вайлошникова, Булат Банмаев, Новости дня. Продолжение следует...